Совсем недавно в Якутске одновременно началось строительство сразу 12 объектов социально-культурного назначения. Все проекты реализуются по линии государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составляет порядка 16 миллиардов рублей. Так в Якутске построят 5 новых детских садов, 2 школы, центр детского творчества, библиотеку, многофункциональный культурный комплекс с концертным залом, а также международную арктическую школу и национальную школу АИК-ХАТА. Помимо этого в разных районах республики должны построить в этом году 16 детских садов. Какие еще объекты социально-культурного назначения будут введены в этом году, узнаем сегодня в программе. Вы смотрите «Квадратный метр». Смотрите сегодня. 12 соцобъектов. За два года в Якутске началось масштабное строительство по линии государственно-частного партнерства. Какие надежды возлагают на программу жителей, руководство города и республики. В год по 10 новых школ в Якутии в этом году введут рекордное количество социально значимых объектов. Как предлагают строить в отдаленных населенных пунктах, чтобы не задержать строительство. Об этом и о многом другом поговорим с руководителем отдела реализации инвестиционных программ Минстроя Республики Тамара Ефименко. Строили, строили и, наконец, построили детский сад Кунчан. Селеба такая у Солданского района справил новоселье. Долгожданное событие стало возможным благодаря строительству по линии добрых дел. Подробнее в нашем материале. В прошлом году на этом месте стояло одноэтажное деревянное здание с 72-го года постройки. Мало того, что здание пришло уже в аварийное состояние, так еще с конца прошлого века здесь не было ни благоустройства, о современном оснащении говорить не приходится. Однако в 2019 году, 1 сентября, перед своими воспитанниками откроют новый современный трехэтажный детский сад на 240 мест. Работайте взрослые, веселые и дружно. Сроку вам построить детский сад нам нужно. С таким напутствием от воспитанников Ивушки начали работы по установке сваи. Всего за два года на этом месте должно появиться новое здание детского сада номер 75. Благодаря слаженной работе с администрацией города Якутска, лично с Ассеном Сергеевичем, собственно, родился такой большой проект, который позволит нам уже в короткий срок до 2019 года построить 5 детских садов, 4 школы, объекты культуры. Сегодня в детский сад ходят больше 200 детей. Все группы находятся в разных зданиях. Ну, во-первых, там будет бассейн. Это значит, оздоровление детей пойдет вообще отлично. Ну, и там будет хореографическая, театральная студии. Кроме того, в детском саду будут работать столярная мастерская, кабинет сенсорики и дополнительного образования. На прилегающей территории появятся прогулочные веранды для зимнего периода, а также летние спортивные и игровые площадки. Знаменательное долгожданное событие произошло и для жителей Сайсарского округа. Здесь началось строительство школы номер 25. Напомню, что вокруг этой темы шло в свое время множество разговоров и споров, но одно было точно. Продолжать работу в старом здании опасно для жизни и здоровья детей и учителей. Износ составлял порядка 80%. Буквально вот в декабре 2015 года в целях безопасности детей мы с аварийного здания переехали в укупленное уже по инвестиционной программе в объект. Самое главное сейчас дети учатся в безопасном месте, в светлом, уютном месте. И, конечно, коллектив школы уже настроен на более качественные показатели и качественное образование. Отметим, что конкурс на строительство проходил два года назад. В нем принимали участие три компании. В результате в конце 2015 года победила группа строительных компаний ВИЗ. Тогда участвовало их три компании. Это очень крупный проект на многие миллиарды рублей. Ну а дальше уже сам застройщик в лице компании «Газодомонтаж» определяет подрядчиков. Подрядчики в основном все наши якутские компании, субподрядчики. Уверен, что контроль за качеством тоже будет надлежащий как со стороны непосредственно застройщика, так и со стороны властей, со стороны общественности. И мы получим очень хорошие современные социальные объекты в нашем городе. Но для нашей группы это далеко не первый такой большой проект. Если говорить о государственно-частном партнерстве, то уже построено шесть дошкольных образовательных учреждений на Ямале. В Сургуте строится крупнейший в России перинатальный центр на 10 тысяч родов в год. Поэтому есть уже богатый опыт и есть уверенность в том, что все будет выполнено в срок. На сегодня его инвестиционный портфель проектов государственно-частного партнерства превышает 385 миллиардов рублей. Один из крупнейших проектов – строительство автомегастрали в обход Хабаровска. По итогам 2016 года было сдано в республике всего 46 социальных объектов. Как оцениваете такие результаты и успели ли все объекты сдать в срок? Да, в 2016 году действительно сдано очень много объектов. Это 10 школ, так как в послании главы говорилось, в предвыборной программе Егора Фанасьевича Борисова была поставлена задача строительства, вернее, ввод в эксплуатацию не менее 10 объектов общего образования ежегодно. В 2016 году эта задача была решена. Введено 10 новых школ. Это и по добрым делам, в рамках движения «Добрых дел», и по инвестиционной программе. Построено 6 детских садов, больница, большой объект социального обслуживания населения – это реабилитационный центр для инвалидов в городе Якутске. Современный объект площадью около 28 тысяч квадратных метров, оснащенный современным оборудованием, которым будет проходить реабилитацию люди с ограниченными возможностями, даст возможность им восстановить свое здоровье. В 2016 году была сдана долгожданная для жителей Нижниковымского района и конкретно поселка Черского школа на 275 мест. Объект строился действительно очень долго. Он строился практически в течение пяти лет. А с чем чаще всего связаны задержки с издачей объектов? Основной причиной столь долгого срока строительства – это сложная транспортная схема доставки строительных материалов. Минстрой, да, рассматривает возможность применения при строительстве в труднодоступных районах республики быстровозводимых конструкций, то есть строительство по быстровозводимым технологиям. Это технологии легких стольных стенных конструкций, панельных конструкций, блочно-модульные конструкции. Это не говорит о том, что, допустим, в Арктике мы будем строить только быстровозводимые. Там, где достаточно возможно доставка строительных материалов, например, тот же Жиганск, где поставил на баржу, загрузил строительные материалы и отвез. То есть там все это возможно. А если это необходимо несколько перевалок, то лучше переходить на быстровозводимые конструкции. Это уменьшит сроки строительства и, естественно, стоимость строительства. Потому что чем дольше строим, тем стоимость возрастает. Вот, например, в этом году будет сдан объект. Это школа на 320 мест в Селехану, которые как раз тоже там применены быстровозводимые конструкции, панельные. Но если зашла речь о планах на этот год, то сколько всего социальных объектов должны сдать до конца 2017 года? И успевают ли все по срокам? В 2018 году мы планируем сдать 9 школ и 46 детских и школьных учреждений. Это в том числе, из них 16, это будут по программе государственно-частного партнерства в разных областях республики. Как себя на деле показало строительство по линии государственно-частного партнерства? Этот механизм на самом деле еще в стадии отработки, но тем не менее он запущен, он двигается. Публичный партнер, то есть лица правительства республики, оказывает частным партнером содействие. В предоставлении земельных участков, в предоставлении проектной документации, оплачиваются проценты по привлекаемым кредитам частным партнерам. В общем-то, работы идут все в соответствии с графиком, и мы ожидаем, что все 16 садиков будут сданы до 1 января 2018 года. Сегодня в республике много объектов строится по линии добрых дел. Как показала себя эта программа? Насколько она эффективна? На самом деле программа действительно хорошая, которая позволяет с привлечением и бюджетных средств государственного бюджета, и средств местного бюджета встроить объекты в малых населенных пунктах. На самом деле в Российской Федерации это большая проблема строительства социальных объектов в малых населенных пунктах. Требуются деньги, тоже сроки затягиваются. Здесь, когда это идет с привлечением народной инициативы, механизм действительно очень действенный. Очень много заявок у нас поступает от муниципальных образований, и мы рассматриваем уже с учетом требований в соответствии порядку реализации. То есть там должно быть софинансирование, возможность подключения к сетям. Этим опытом республика делилась на сочинском форуме. Мы представляли этот проект «Движение добрых дел» как одну из лучших практик. Но первое место мы не заняли, но тем не менее мы заявили о том, что у нас есть такое движение, и мы готовы поделиться со всеми другими субъектами своим опытом реализации этих мероприятий. Заведующий детского сада Кюнчань в небольшом поселке Батагай у Солданского района Тамара Босикова с гордостью показывает группу, в которой занимаются дети. Светлое и просторное здание совсем недавно казалось чем-то далеким и несбыточным. Но в январе силами местных и республиканских властей по линии добрых дел построили новый детский сад на 50 мест. В наш садик ходит 51 ребенок. Всего у нас две группы. С полутора лет до трех младше они ходят в одну, и средняя, старшая, и подготовка вместе ходят во вторую группу. Персонал состоит из 16 человек. Строительство началось в 2014 году, но в 2015 приостановилось. Участок оказался в воде. Год назад, когда основание окрепло, работы продолжились. Почти все стройматериалы использовали местного производства, и поэтому стройка обошлась сравнительно недорого. По линии Министерства образования закупили новую мебель на общую сумму 500 тысяч рублей. Сегодня дети занимаются по особой программе привития любви и уважения к своей родине и корням через национальный эпос «Оланхо». Мы обучаем детей исполнению «Оланхо». Делаем это для того, чтобы дети самого маленького возраста знали традиции, устои своего народа. А в прошлом году дети занимались в старом обеджалом доме 70-х годов прошлого века строительства. Совсем скоро его должны снести, а на месте построить новую площадку для прогулок и игр. Планов много, признается Тамара Босикова. Главное, чтобы все они притворились в жизни. Известная поговорка гласит «Не место красит человека, а человек-место». И здесь, проводя аналогию, можно отметить программу по строительству малокомплектных социальных объектов в населенных пунктах по линии общереспубликанского движения «Добрых дел» «Моя Якутия» в 21 веке. Программа работает с 2000 года. И за 16 лет в республике построено больше тысячи новых школ, детских садов, спортивных и культурных объектов. Из республиканского госбюджета на эти цели было выделено больше 2 миллиардов рублей. Также из муниципальных денег была направлена такая же сумма. Не секрет, что есть и нарекания по программе. Вопросы вызывают и проекты, и техническое присоединение объектов. Но, несмотря на это, стоит отметить, что благодаря добрым делами, слаженной работе населения, местных и республиканских властей, Якутия сегодня выходит в лидеры по строительству социальных объектов в отдаленных населенных пунктах. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.